Было вчера с четырех утра, если точнее, без трех-четыре, я просто взял, начался обстрел, и пошли боевые действия. Бомбили по-страшному. Давно инструктаж проводила, что если услышишь, мама у меня старенькая, 87 лет, я говорю, сразу с кровати сползай, тащи за собой одеяло, и мы среди ночи, это же, ну, под утро, пол-четвертого утра, мы просто тащили за собой подушки одеяла, вот здесь это все положили, и вот здесь мы провели вот это все, это мы практически 12 часов мы тут были. Вот она, когда-то она была машиной, а теперь у нее только диски можно открутить и продать, покрасить там, да, по 10 человек. Ребята отказались воевать, а потом их начальство говорит, идите воюйте, без бронежилетов, без касок, без ничего, как можно идти в бой, у нас мальчика одного ранили, а теперь они, заложника, они их не отпускают ничего, сказали, если вы уйдете, мы будем стрелять вам в спины. То есть это офицеры, сказали? Да, и сказали, если вы уйдете, то вам грозит уголовная ответственность за дезертирство. Сказали, если не задутся, будут с лица земли. Честно говоря, я всю ночь молилась за обе стороны. Я просто просила разуметь людей, потому что, ну что, навоюют эти бедные ребята, что они навоюют? Еще два заводика Порошенко? Я не знаю. Мне кажется, это глупо и бессмысленно. Хотя я ребят понимаю, у них выхода нет. Их арестуют, их объявят дезертирами. Людей было убитых очень много. Это неправда, что там 10 раненых, там 8 убитых. Людей было очень много. Около сотни. И там было много и здесь. С двух сторон. Я говорю, мама, ты думала, что ты доживешь до второй войны такой полномасштабной? Я ее сегодня домой везу. Таксист отказался ехать прямо к дому. Он побоялся. Я его понимаю прекрасно. А сейчас, только мы пришли домой, слышим, опять намечается бой. И опять поволокла ее к своим друзьям, товарищам туда подальше. Это кошмар. Начнется бой. Будем убегать.